Дорогие друзья, дорогая Церковь Божия, мир вам! Присаживайтесь! Хочу поздравить вас с этим чудесным праздником, торжественным въездом нашего Господа в Иерусалим. Знаете, я хочу сказать, что Господь поособенно любит каждого из вас. Его любовь проявляется к каждому, к тебе, к тебе, ко мне. И независимо от того, что характерами мы разные, что иногда мы бываем где-то... Английское слово есть такое stubborn на русском, оно как-то звучит упертый. При всем этом, при всем этом, при всем наших темпераментах, при всех наших характерах, при всем том, что мы иногда бываем покладисты, иногда нет, иногда бываем вроде бы мягкими, иногда жесткими. И при всем этом, дорогой друг, каждого из нас Иисус Христос любит. Господь Бог любит каждого из нас в отдельности. И уже эта весть дает нам надежду, дает нам радость, дает нам упование, дает нам силы следовать за нашим Господом Иисусом Христом. Естественно, сегодня в этот праздник въезда Иисуса Христа в Иерусалим я буду говорить тоже на тему об этом действительно удивительном событии. И когда мы читаем из евангелистов, то ли это Матфея, то ли это Марк, Лука, Иоанн, когда мы читаем это событие, то из этого события можно много почерпать истин. Только обратите внимание на то, как царь царей, Господь господствующий в смирении и кротости въезжает. Казалось бы, должен был въехать на всадники белом, но он въезжает на ослики. Удивительное смирение царя царей. Об этом событии можно говорить, как Иисус Христос, въезжая, увидел этот город и заплакал. Об этом событии можно говорить со стороны того, как люди встречали Иисуса Христа. О том, что через какую-то неделю они будут кричать «распни его». Это событие наполнено вот этими замечательными событиями, вот этими гранями, на события, которые мы можем с вами посмотреть. Я хочу каким-то образом, чтобы вы представили вот этот Иерусалим. Я в Иерусалиме не был, но видел вот эти фотографии, видел вот эту панораму Иерусалима с горы Иллионской. Ее еще называют «Масличная гора» или «гора оливков». И в большинстве своем, когда вы видите какую-то фотографию об Иерусалиме, вы именно с этой позиции часто люди делают фотографии или хотят представить Иерусалим именно с горы Иллионской, потому что именно с той стороны панорама Иерусалима больше преподается как торжественность и могущество этого города. Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на то, почему Иисус Христос заплакал, и на второй пункт, что же произошло с этим городом Иерусалимом. И хочу, чтобы из этой проповеди, может быть, мы смогли с вами взять ценные уроки того, как нам, христианам, живущим сегодня в Америке, как нам жить, как нам поступать, чтобы то, что постигло Иерусалим, когда-то не постигло нас. Итак, я хочу пригласить вас в Евангелие Луки, 19 глава, 41-44 стих. Сегодня чуть раньше уже читалось это событие с 30 стихов, я не буду вновь повторять это. Поэтому хочу пригласить вас в Евангелие от Луки, 19 глава, 41-44 стих. Если у вас есть Библии, пожалуйста, можете открыть. Святые Библии можете открыть, а грешные телефоны, если уже Святые Библии забыли, открывайте грешные телефоны. Хорошо. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих. «И когда приблизился к городу, к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Несомненно, во время ликования вот этой толпы, когда постелали свои одежды перед тем, как вот этот ослик проходил перед ним, постелали одежды перед Иисусом Христом, который сидел над этом ослике, стелили вот эти пальмы и ветви. Я удивляюсь, почему сегодня вышли сюда дети с пальмами и ветви. Там, в принципе, о детях ничего не говорится. А вот люди, которые были, которые встречали, написано «толпа встречающих и провожающих». Это были люди, довольно-таки вот нашего возраста, постарше, помоложе, неважно. Они постелали одежды свои, они приносили, ломали вот эти пальмы и постелали перед тем, когда Господь Иисус Христос въезжал в этот Иерусалим. Вы знаете, из всех синоптических Евангелий только евангелист Лука обращает внимание на то, что когда он спустился с Илеонской горы, у основания Илеонской горы, когда он увидел этот город, написано «Он заплакал». Евангелист Лука почему-то обращает внимание читателя и хочет отметить, что Иисус Христос прослезился, заплакал. Другие евангелисты обращают внимание на некоторые другие детали, которые тоже очень важны, о которых тоже очень можно говорить долго, и они имеют свою ценность. Но вот почему-то Лука хочет обратить внимание моё и ваше с вами, наше с нами, на то, что Иисус Христос, увидев этот город, заплакал. Иисус Христос бывал в этом городе, и вот это посещение Иерусалима – это не первое посещение этого города. В Писании вы не увидите, что Христос посещал этот город десять раз, пятнадцать, шестнадцать или пять раз. Конкретной цифры нет. Но вот если вы будете исследовать, особенно Евангелие от Иоанна, оно конкретно указывает на то, сколько Иисус раз, если вы будете внимательны, посчитайте, сколько Иисус раз посещал этот город Иерусалим. Ну, примерно, хотя бы вот один пример, что была зима, был праздник обновления, Иисус Христос посетил Иерусалим. Но почему вот именно посещение в этот раз Иерусалима было столь торжественным, в то же самое время столь взволнованным? Эмоциональные чувства приполняли Иисуса Христа, толпа. Почему это именно в этот въезд, в это вхождение в этот Иерусалим, почему-то именно в этот день произошло вот такое волнение в народе? Более того, фарисеи говорят Христу, попробуй сделать так, чтобы твои ученики не кричали. Фарисеи понимали, что при всей вот этой толпе, которая вот сейчас кричит, а помните о том, что Иерусалим – несвободный город, там оккупанты, там римляне, там находится правитель, там находятся римские войска, которые должны были каким-то образом содержать порядок, и они понимали, что это волнение придет к тому, что римляне начнут разгонять их, или еще с чему-то, по-моему, начнут кого-то заключать в темицу. И посмотрите, при этом въезде Христа в Иерусалим, при всем шуме этой толпы, никакой римляне даже пальцем не двигает. Толпа встречала, толпа провожала с огромким возгласом «Благословен грядущий, благословен царь». Итак, давайте обратимся к тексту Луки 19, глава 42 стих. «О, если бы ты хотя бы в этот день узнал, понял, осознал, что служит к миру твоему». Знаете, первая часть этой фразы, она как будто указывает читателю на некий временной отрезок, который уже был дан когда-то израильскому народу. «О, если бы ты хотя бы в сей день вот употребление вот этого, об обороте этого речи, хотя бы вот сейчас, такое ощущение, как будто вот какой-то период был, тебе давалась возможность, но ты не обращал внимания, давалась опять возможность, и ты опять не обращал внимания, и уже вот сейчас, ну хотя бы сейчас, обратив внимание на то, то, что служит миру твоему». Знаете, в действительности, начиная от первых дней образования израильского народа как такового, от праотца Авраама, если вы помните, откуда все это началось, из истории Священного Писания, и до полного уничтожения Иерусалима как города, и прекращения существования Израиля как государства, Бог неоднократно обращался к Своему народу. Через Своих пророков, через поставляемых судей Он обращался к Своему народу и учил их. Он учил их пути, который может привести их к миру и благоденствию. Бог не скрывал от них возможность обретения мира и благоденствия. Более того, Бог неоднократно указывал им путь к достижению этого мира. Посмотрите, что говорит Исход 15 глава 26 стих. Исход 15 глава 26. Бог сказал, «Если вы», это обращение Бога к израильскому народу, «если вы будете внимательно слушать голос Господа, вашего Бога, и делать угодное Ему, если будете послушны Его по велениям и сохраните Его установление, то Я не нашлю на вас ни одного из тех недугов, которые наслал на Египет. Ведь Я Господь, Который исцеляет вас». Вы знаете, в Таразаконии 28 глава, если вам будет интересно, дома прочитайте, там описываются огромные благословения израильского народа, если народ будет ходить в послушании. И в той же 28 главе говорится о проклятии, этого же израильского народа, если они не будут слушаться, если они не будут внимательны к слову Господа. Знаете, иногда можно услышать, как люди, возмущаясь тем или иным правительством, высказывают свои мнения и говорят, в конце концов, вот, из всех своих вот высказанных фраз, недовольств в отношении того правительства, сего правительства, приходят к такому пониманию, что если бы в какой бы то ни было стране или, допустим, даже в стране, в которой мы живем, было бы правительство, которое боялось Бога, которое любило Бога, то совершенно все было по-другому. Люди бы лучше жили, люди бы как-то вот, ну, меньше было какой-то вражды, меньше каких-то преступлений. Но знаете, что? Был народ, у которого сам государь, если хотите сказать, даже председатель, президент, даже сам президент был Бог. И вице-президент у него был Моисей. И при всем этом Бога этот народ не слушал, и Моисея хотели убить. Был народ, у которого Господь Бог был правитель. Ни одного из народов на земле не было такого, у которого правитель был сам Бог. И тот народ при всем том, что правитель был самый идеальный, тот народ не захотел узнать, что служит к миру Твоему, что служит к миру Его. Знаете, евангелист Иоанн 8, в главе 58 стихе описывает такую ситуацию. К Иисусу Христу подошли фарисеи, и между ними начался разговор. Я хочу посмотреть и предложить вам посмотреть на Иисуса Христа, на Его отцовское сердце со стороны или с позиции вот этого текста. Евангелист Иоанн 8, глава 58 стих. Иисус сказал им, послушайте, истинно, истинно говорю вам, «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Послушайте внимательно. Иисус Христос говорит, «Прежде, чем был Авраам, я есмь». О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь, Бог наш, Иисус Христос, когда подошел и увидел этот Иерусалим, Он увидел этих детей своих, с которыми Он от начала созидания этого народа израильского был вместе с ними. Он был вместе с ними, когда они были в Египте, в рабстве. Он был вместе с ними, когда Он выводил их оттуда, с этого Египта. Господь Иисус Христос был вместе с ними, когда они проходили это Чёрное море. Господь хранил их в пустыне. Господь был вместе с тем Израилем, когда Он показывал им Свою власть и могущество, Свою защиту, когда Он вот эти стены Иерихона покорил, и они разрушились. Вспомните, каким образом евреи смогли захватить этот могущественный город Иерихон. Были ли у них мечи? Были ли у них копья? Ничего подобного. Господь сказал, «Я покажу вам Своё могущество». Всё, что от вас требуется, возьмите барабаны, возьмите трубы и ходите вокруг города. Если бы не Бог, никакие бы трубы, никакие барабаны не помогли бы. Но могущество Бога ещё и ещё раз явилось этому народу, дабы они познали, что сила у Бога. О всех тех событиях, о всём вот этом попечении Господа о своём народе можно говорить много. И не хватит времени пересказывать те благословения, ту защиту, которую Господь проявлял израильскому народу. Как Он нёс их на руках своих, как Он хранил их, как Он послал дождь, когда Он благословлял их произрастениями из земли, когда приходили астерийцы, чтобы захватить Иудею, Израиль, Он хранил их. Он чудесным образом освобождал этот народ от захватчиков. И теперь, видя вот это всё, переживая вот это от начала созидания вот этого народа Израиля до вот этого времени, когда Иисус Христос приехал, входил в этот Иерусалим. Он говорит, прежде чем Авраам, я был. Он видел поколение Израиля из поколения в поколение, из поколения в поколение до того времени, когда сам Христос пришёл в этот Иерусалим. Он каждое поколение нёс на своих руках. Он о каждом поколении заботился. Он каждому поколению показывал путь, что будет служить твоему миру. Но написано, что они не захотели. Они не захотели преклонить сердце своё к тому, чтобы увидеть вот это доброе отцовское сердце нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, как любой из нас, земных отцов, мы заботимся о своих детях, переживаем, любим, помогаем, прощаем, где-то порадуемся вместе с нашими детьми, где-то их обнимем, прижмём к груди. Господь точно так же прощал свой народ, любил, лелеял, помогал, вместе с ними скорбел. Да, где-то и наказывал. Где-то и наказывал, не без этого, а для того, чтобы исправить, для того, чтобы помочь народу своему осознать, что только в Боге спасение, что только в Нём охрана. Народ израильский возмужал, вырос и перестал нуждаться в своём отце. В Библии написано, он сделал шею свою упругой. Это говорится об Израиле. Он перестал чтить своего отца. Он ни во что ставил того, кто дал ему жизнь, поклоняясь тем самым идолам, при любодействии с другими народами, раздражая тем самым Господа Бога. Знаете, я предполагаю, что мало кто из вас видел своих отцов, которые проливали слёзы. Нам, мужчинам, как-то, ну не свойственно плакать. При том всём, что есть мужчины более эмоциональные, менее эмоциональные, мы свою печаль, печаль нашей души каким-то образом пытаемся проглотить, но ни в коем случае не показать своих слёз. скорее всего, больше видите матерей, которые плачут. Им это свойственно, как-то показать свои эмоциональные переживания, и слёзы текут. Но вот отцов увидеть плачущими, мы, по крайней мере, редко это видим, чтобы отцы наши плакали. Знаете, в славянских народах прибегают такой тактики успокоения ребёнка. Не знаю, если вы делали, я в своей жизни так делал. Бог дарвал мне двоих мальчиков, и когда они были маленькие, упали там что-то, или коленки разбили, или там ещё где-то ударился. Для того, чтобы его успокоить, нужно было ему сказать, ну ты же мужчина, ну нельзя тебе плакать. Не знаю, если вы делаете, делали такое, или сейчас делаете, когда у вас маленькие дети. Но в славянских народах прибегали к такому пониманию, если ты упал, и ты мальчик, ты же мужчина, ты не можешь плакать. Поверьте, отцы плачут. Плачут горько, плачут сильно. Если вы не видите их слёз, это ещё не значит, что им всё безразлично, что они не имеют сердца, что им всё равно, то, что с вами происходит. Отцы плачут за своих детей, когда учат их одному, а видят, что дети их упираются и сбирают в греховный путь. Отцы плачут, что недостаточно времени провели со своими детьми, а время улетело. и дети уже создают свою семью. Христос плакал, и эти слёзы были слезами сострадания, слёзы печали, переживания. Это были слёзы отца, который сделал всё для спасения своих детей, но они отвергли его. Они не хотели возвратиться к своему отцу. В Старом Завете, в книге Исаия, 6 главе, 8-10 стих, Господь обращается и говорит, «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, говорящего, каково мне послать, и кто пойдёт для нас?» Исаия говорит, «Вот я, пошли меня». И сказал Бог, «Пойди, скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите». В чём причина, что когда Иисус Христос приблизился к Иерусалиму, заплакав о народе, сказал, «Я хотел собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели». В чём причина нежелания людей прийти к своему Богу, прийти к тому, кто даёт жизнь? И вот следующая фраза 6 главы этого отрывка здесь написана так, «Ибо грубело сердце народа всего». «Ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Друзья, причина израильского народа, ихней погибели, заключалась в том, что сердце их огрубело. Сердце их не было способным правильно видеть и слышать. Это состояние духовной инвалидности, состояние, которое ведёт заведомо человека к погибели. Иисус Христос, спускаясь с Иллионской горы, заплакал о Нём. «Народ, ходящий во тьме, не хотел идти к свету, не хотел получить исцеление сердца, не хотел видеть нуждающихся, не хотел презирать вдову. В судах ложно обвиняли невинного, завидовали, обманывали, предавали друг друга, ложно доносили друг на друга и так далее. При всех своих духовных проблемах они надеялись, что Бог не допустит погибели Иерусалима, так как среди Иерусалима был храм. Надежда израильского народа на храм затмевала все мыслимые и немыслимые деяния этих людей. Мы действительно можем удивляться тяжёлому состоянию народа израильского, и сам Господь удивлялся их неверию. Но парадокс в том, что и мы, друзья с вами, при всём том, что знаем историю израильского народа, очень часто поступаем как именно израильский народ. Мы завидуем, обманываем, лжесвидетельствуем, делаем вещи, которые не должны делать. Эти вещи делали израильский народ, и они не хотели прийти к Иисусу Христу, их сердце огрубело. Другой друг, не огрубело ли твоё сердце? Чем занято твоё сердце? Чем занято твоё сознание? Я думаю, что у каждого из вас есть дома чайник, с которого вы пьёте чай. Электрический чайник, который включается. Я думаю, мало кто сейчас использует старые чайники. И только хозяйки знают, что со временем может оказаться в этом чайнике. Может быть, и мужчины, если пьют чай, обращают иногда внимание на то, что когда выливают последнюю воду с этого чайника в этом стакане вашем, начинает плавать какое-то образование непонятное. И если вы к этой чистой воды нальёте за варку, то вы перестанете видеть это образование. Добавите сахар, всё это измельчите, выпейте, ну и пойдёте дальше, как говорится, заниматься своими делами. Друзья, вот это измельчение, это накипь. Это накипь, которая находится в этом чайнике. Со временем, если вы берёте новый чайник, заливаете воду, она никакой накипи не будет. Подержите месяц, два, в зависимости от жёсткости вашей воды, в этом чайнике внутри начнётся скапливаться вот эта накипь. Если вы заполните этот чайник полностью водой, то две-три чашки, если взбалтывать не будете этот чайник, будут чистыми. Но как только вы начнёте сливать с него вот эту последнюю воду вам в стакан, чтобы выпить чай, вы начнёте увидеть это преобразование, образование накипи. Поэтому, когда я беру свой чайник и вижу, что там нет воды, вместо того, чтобы вылить всё и почистить, я набираю воду, понимая, что оно всё усядется, я просто вот сверху залью то, что мне надо. Друзья, это житейский пример. Переведи это примерно своё сердце, ожесточение сердца. как оно происходит? Сразу же ли человек становится таким грубым? Сразу ли он перестаёт чувствовать любовь ближнего? Сразу ли он перестаёт быть мягким к своей жене, мужу, к детям в обществе, в котором он находится? Сразу ли это происходит? Нет, не сразу. Со временем, по чуть-чуть. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там обидел, там оскорбил, там сказал неправду, там посчитал себя лучшим, высшим, знающим, там себе дал оценку, там унизил. И вот эти слои потихоньку, потихоньку нарастают, нарастают на сердце ваше, на сердце моё, на наше сознание. И потом, когда звучит Слово Божие, мы его не можем услышать. И потом, когда Господь обращается к тебе, к твоему сердцу, ты не можешь услышать, ты не можешь правильно видеть. Почему? Потому что сердце наросло вот этой накипью, этим грехом, и оно не способно реагировать. реагировать. Следствие грубого сердца — это гордость. А гордость слепа. Она никогда никого не видит. Она никогда никого не слышит. Гордость слепа. Она думает, что только он прав. Что все вокруг ничего не знают, только он знает. Друзья, это наша жизнь, в которой мы живём. и эта болезнь, эта эпидемия может касаться как и меня, так и вас всех, друзья. Мы живём в этом мире. Поэтому очень важно вовремя очистить этот чайник, чтобы никакой накипи на нём не было, чтобы никакого наслоения не было в нашем сердце, наслоения этого греха. Итак, первое, на что мы с вами обратили внимание, Иисус Христос плакал о народе. Когда Он спустился с Иссалионской горы, увидел этот Иерусалим, Он плакал о народе. Он плакал о своих детях, от образования, от Авраама, когда Он их созидал до этого времени и дальше. Он, видя этот народ свой, Он проливал за них слёзы. Проблема, почему они не пришли к Богу, это сердечное ожесточение. Я хочу, чтобы Господь сегодня напомнил нам это и чтобы мы взяли этот себе в пример и помнили, что и наше сердце может ожесточиться, если мы не будем читать Священное Писание, если не будем молиться, если мы не будем пребывать в общении с Богом. И второе, это чисто вторую иллюстрацию, которую я хочу предоставить вам, это чисто исторический факт для того, чтобы мы, христиане, могли утвердиться в вере и те, которые ещё не примирились с Господом, может быть, то, о чём я буду сейчас говорить, оно каким-то образом откроет вам сознание, что всё, что говорится в Священном Писании, это истина. Итак, слёзы Христа о великом городе. Иисус Христос, когда спускался с Илеонской горы, Он плакал не только о народе, как являющемся частью этого города, но Он плакал и о самом городе. Знаете, когда вы, если находитесь в каком-то городе и вы разговариваете с своим оппонентом или своим собеседником, и ваш собеседник спрашивает, ну что, что это за город? То, скорее всего, начинайте свой рассказ не с того, какие там граждане и что там за люди, но, скорее всего, начинайте рассказывать о вот таких вот инженерных, немыслимых каких-то сооружениях. Это может быть, я не знаю, памятники, это может быть храмы, это может быть стадионы, это может быть еще что-то. Вы описываете город и описываете его не в плане какие там люди, а какие там сооружения. Или, может быть, место расположения этого города находится в таком ландшафте, что оно позволяет каким-то образом иметь этому городу и красивые водопады, и песчаные пески, и еще какую-то красоту. И при всем этом, когда мы описываем какой-то город, мы ссылаемся на то, что там присутствует. Ну и только потом мы говорим, а что там за люди, какой там порядок в городе и тому подобное. Иерусалим – город мира. Иерушалаем – город мира. Но как ни парадоксально этот город видел больше войн, восстаний, предательств, убийств, чем действительно благоденствие и мира. Город Иерусалим – это город великого царя. Не Давида, нет, Иисуса Христа. Вы знаете, в Нагорной проповеди в Англии от Мафея Иисус Христос сам говорит, послушайте, еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. Иисус говорит, а я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Место и город, который избрал Господь и дал в управление народу Израиля, Иерусалим. Господь избрал это место, Господь избрал этот город и сказал, это мой город, и я даю вам его в управление. Вы знаете, после царя Соломона где-то в 928-931 году до нашей эры Израиль разделился на два государства, это было северное и южное государство, со столицей с севера и с северного государства Самария, в южной Иудее. Иерусалим остался в южной части Израиля, в Иудее. Знаете, Иудея жила более-менее благочестиво, чем Самария, чем Северное царство. После того, как Самарию захватили Осирийцы, Иудея еще примерно сто лет находилась в состоянии того, что они могли жить в своем городе, в своем государстве. Но при последних царях иудейских Иудея впадает в такой разврат, который приводит к полному отступлению от Бога. Иезекииль очень красочно и очень детально описывает это состояние. Вот посмотрите, Иезекииля 5 глава, 7-8 стих, я прочту. «Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззакония ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас. По уставам моим не поступаете, и постановления моих не исполняете, и даже не поступаете по постановлениям язычников». То есть он приводит пример, вот самое плохое, говорит, вы не поступаете по постановлениям, язычники имеют какие-то постановления свои греховные, вы даже и по этим постановлениям не поступаете. «Посему так говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобой то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все, за все твои мерзости». Иудея была захвачена Вавилоном где-то в 586 году до нашей эры. Храм был разрушен, народ уведен в плен, городские стены были разрушены. Приходит, проходит определенное время при царе Кире, возвращается Неемия, возвращается в Иерусалим, восстанавливает стены в трудные времена. Проходит еще очень много времени, и теперь мы видим нашего Господа Иисуса Христа. Вспомните, как хвалили храм ученики, когда они говорили Иисусу, посмотри на этот величественный храм. Этот храм был отреставрирован Иродом Великим. Там проводились служения. И вот Иисус Христос, когда сходит с этой горы Леонской, мы говорили о том, что Он плакал о своих детях, о народе израильском, как отец, который пытался их собрать, как птица птенцов. Теперь Он смотрит на этот город и плачет о самом городе. При всем том, что они говорили это великий город, при всем том, что они хвастались своим храмом и уповали на этот храм, Христос говорит пророческие слова. Послушайте их. «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Нам легко принимать эти слова, потому что оно не касается нас. Эти слова не поняли даже те евреи, которые там жили, о чем пророчествовал Иисус Христос. Это пророчество было сказано задолго до того, как совершится все вот это. И это пророчество исполнилось. Пророчество Иисуса Христа, когда Он въезжал в Иерусалим, когда Он сказал об этом городе, что побьют тебя, не оставят камня на камне, это пророчество в точности исполнилось в 70-м году. Войско римлян под предводительством Тита разрушили храм и сожгли город. Я хочу привести некоторую историческую деталь, которую описывает Иосиф Флавий. Послушайте, Иосиф Флавий так описывает эти события. 10 августа 70-го года в результате метко брошенной в окно горячей головни загорелись деревянные части храма. Вот эта горячая головня это не взрывчатка, которую бросили. В те времена ее можно было назвать взрывчаткой, но она не взрывалась, это просто было что-то маслянистое, ее подожгли и вот этим стрелковым аппаратом его запустили туда. Вот он пишет. Загорелись деревянные части храма и вскоре огонь перекинулся на весь храм. Тит, предводитель римского войска, стал кричать солдатам, чтобы они потушили пожар. Но за треском горевших построек его никто не услышал. Испуская ликующие крики, римляне бросились в город, истребляя на своем пути все живое. Шесть тысяч жителей пытались спрятаться в храме в зале наружной колоннады. Римляне подожгли зал. Служители храма старались противостоять, выступая против римских воинов железными палками. Но пламя быстро охватило храмы и всю храмовую гору. Иерусалимский храм был разрушен. Пять месяцев осады увенчались успехом. Римляне в знак победы над иудейской верой водрузили на священном месте свои знамена и принесли языческие жертвы. Войско не имело уже кого убивать и что грабить. Ожесточение не находило уже предмета мести, так как все было истреблено беспощадно. Тогда Тит приказал весь город и храм сравнять с землей. Только башни, возвышавшиеся над всеми другими Фазиель, Кибик, Мариама и западная часть обводной стены должны были остаться. Обводная стена осталась для образования лагеря оставленному гарнизону, а первые три башни должны были служить свидетельством для потомства, как величественен и сильно укреплен был город, который пал перед мужеством римлян. Остальные стены города разрушителей так сравнялись с поверхностью земли, что посетитель едва ли мог признать, что эти места некогда были обитаемы. Таков был конец этого великого всемирно известного города, постигший его вследствие безумия мятежников. Иосиф Лавий писал так, сердобольный Тит сожалел о разрушении храма. Что это было? Делом случая или воли Божьей? Те, которые верят в Господа и верят Евангелию, могут утвердиться и сказать, что действительно Слово Божие имеет силу. То, что Иисус Христос пророчествовал в Иерусалиме, оно совершило в 70-м году. От 70-го года до 1947-го года, когда вновь восстановился Иерусалим, на никаких картах всего мира Иерусалим не обозначался. Евреи стерли этот город с лица земли, и то место началось называться Палестиной. Дорогие друзья, как важно нам осознавать силу Слова Господа Иисуса Христа. Дорогой друг, если ты никогда не верил в Бога и не понимаешь, о чем идет речь, то хотя бы увидев исторические факты и события, я хочу, чтобы ты свое сердце преклонил к тому, чтобы узнать Господа, чтобы разрешить Ему войти в твое сердце. Это пророчество о Иерусалиме заключалось в том, что народ ожесточил свое сердце, и когда Господь призывал свой народ, когда Он хотел собрать их как птиц и птенцов, когда в дне Авраама Он все пытался объяснить им, где они могут найти свой мир, народ израильский его отверг. Господь очень долго и многообразно работал с этим народом. Он не раз и не два приглашал их узнать, что служит их миру, но они не захотели. То и предал Бог на погибель и на разорение израильский народ. Вы знаете, фараон в свое время, когда Моисей приходил и говорил, отпусти народ, чтобы они поклонились Богу своему, приходил к нему и раз, и два, фараон ожесточил свое сердце и не хотел их отпускать. Но потом Бог ожесточил сердце фараона, и его жизнь была предначертана. Послание римлянам, первая глава, апостол Павел пишет, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его вечное сила, его божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. И как они не заботились, послушайте, друзья, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Я заканчиваю свою проповедь. Я хочу пригласить тебя, дорогой друг, возвращаясь опять к тому же, если сердце твое покрылось вот этой накипи у греха, и ты уже не в состоянии слышать, ты не в состоянии правильно видеть, Иисус Христос сегодня стучится в твое сердце. Он дает тебе возможность, проявляет милость, и раз, и два, и три, для того, чтобы ты мог прийти к нему и открыть свое сердце, для того, чтобы ты мог прийти и дать ему свое сознание и попросить, чтобы он исцелил тебя от этой эпидемии, от этого порока, от этой болезни. Долго ли будет звучать голос Господа? Написано, он и раз, и два, и три, и когда человек отвергает, то Господь ожесточает сердце, и человек не имеет возможности вообще потом прийти к Богу. Поэтому я сегодня приглашаю тебя, если Дух Святой работает на твоем сердце, независимо, верующий ты, и мы верующие тоже согрешаем, или никогда ты не познавший Бога, дорогой друг, я приглашаю сегодня тебя. Если ты видишь, что сердце твоего покрылось этой накипью греха, сегодня есть возможность прийти к Иисусу Христу, сегодня есть возможность отдать свое сердце, попросить у него исцеления, и он исцелит. Иди впредь не греши. Дай Иисусу Христу исцелить твою душу, дай тебе радость спасения. Дорогой друг, не пропусти день твоего спасения. Узнай, что служит миру твоему. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо.